Не всегда есть возможность накопать землю самому, поэтому сегодня мы попробуем с вами сделать из говна конфетку, а именно из покупного грунта землю, более-менее пригодную для выращивания растений. Если у вас есть возможность накопать землю где угодно, хоть и в лесу, хоть и у себя на огороде, лучше накопайте свою и не парьтесь, потому что вероятность того, что у вас что-то загнется в своей земле, гораздо меньше, чем в покупной земле, потому что когда вы копаете свою землю, вы точно знаете, что и где вы накопали, а когда вы покупаете покупную землю, вы покупаете, по сути, кота в мешке. Итак, какую землю купить в случае, если мы используем покупную? Самую дешевую. Потому что я пробовал разные грунты, и дешевые, и дорогие, и их все равно надо допиливать, а если что-то надо допиливать, то нет смысла покупать дорогое. Кстати говоря, в основе 99, по крайней мере, процентов земли это обычный торф. По цене они отличаются только наличием каких-либо добавок. Так вот, сейчас мы возьмем самую дешевую землю и сами эти добавки туда добавим. Таким образом мы будем точно знать, что у нас здесь добавлено и в каких пропорциях. Это ведро на 20 литров, и я в нем сейчас смешаю 10 литров земли, именно столько мне нужно для помидора. Столько же всего скорее у меня будет для перца, а для огурца я пока еще не решил. Объем этого стаканчика литр, и мне сейчас сюда нужно высыпать 8 таких стаканчиков. 8 стаканчиков я сюда насыпал, получилось 8 литров. Теперь очень хорошо будет добавить сюда какой-нибудь разрыхлитель. Агроперлит, например, как у меня в данном случае, вермикулит, либо кокосовый субстрат. Но в случае, если вы используете кокос, будьте очень осторожны, потому что его обязательно надо промывать. Подробное видео, в какую опасность стоит себе кокосовый субстрат, вы можете посмотреть по ссылке наверху, где-то там оно будет. Кстати говоря, агроперлит, он очень пыльный, и лучше всего с ним работать в респираторе. Агроперлита я сюда положу 20%, соответственно, 2 стаканчика. И предварительно немного перемешаем. Также сюда будет очень хорошо добавить какой-нибудь органики. Компост там, перегной, биогумус, или вот как у меня в данном случае, сапропель я нашел. Биогумуса в Ашане почему-то не было. Он гранулированный, и какой-то написано суперконцентрированный. Вот здесь у меня 200 грамм, думаю, этого будет достаточно. Вот такие гранулы, вот так вот он выглядит. Тоже сюда добавим. И, конечно же, потому что торф обычно кислый, очень будет хорошо сюда добавить доломитовой муки из пропорции стакан на ведро. Ну, вот этот стаканчик как раз 200 грамм, 10 литров. Я сюда добавляю. Ну, и теперь все надо тщательно перемешать. В результате у меня получился вот такой вот субстрат, в который уже можно сажать огурец и не бояться то, что огурец пожелтеет или что-то там с ним случится. Не знаю, как себя поведет вот такой вот сапропель, но, на мой взгляд, лучше использовать негранулированный. Хотя, если он действительно тут суперконцентрированный, то, наверное, будет хорошо. Посмотрим. Вот так на данный момент времени выглядит мой огород на окне. Я посадил еще сюда лук. Это он еще у меня в деревне пророс в темноте, поэтому он такой уже вытянутый. Ну, вот, видим, уже он начинает тянуться к свету. Перчик. Вон, по крайней мере, одна петелька есть. Огурцы взошли хорошо, но в этом стаканчике почему-то не очень, и один, который взошел, загнулся. А вот помидорки вот так хорошо тоже взошли. Думаю, через несколько дней я уже помидоры распикирую. Предыдущую серию про мой огород на окне смотрите тут. Продолжение будет здесь, когда оно появится. Обязательно посмотрите, насколько опасен кокосовый субстрат. А здесь я подробно рассказываю про фитолампы. А с вами был Николай Пименов на канале Практичный Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай.